для того чтобы проводить такого рода операции надо иметь соответствующие вооруженные силы если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции то лучше не лезть с этой темы тем более вне своей страны ну и даже они придумали такие значит определение далее доноцификация демилитализация сейчас про это конечно забыли так вот все то что сегодня происходит там это вот как раз и объясняется тем что наши вооруженные силы не в состоянии подчеркиваю проводить оперативно-стратегические наступательные операции 22 года вооруженными силами командуют люди которые ними не служили в армии четверть века вооруженными силами руководят некомпетентные вообще некомпетентные люди что может произойти с вооруженными силами вот пожалуйста вот он итог ну назовите мне сегодняшние руководителей министерства обороны которые имеют классическое военное образование 0 ни одного человека мало того министр обороны у нас в армии не служил военного образования нет и 5 его заместителей 5 заместителей в армии вообще не служили ну что это за министерство обороны поэтому что касается вот этой операции но я вам скажу это трагедия для нашей страны это трагедия потому что гибнут люди бессмысленно гибнут люди хотя вывеска и лозунг защищают россию где они защищают россию во имя чего они погибают а когда люди гибнут бессмысленно но это уже трагедия сегодня можно называть такой полк хотя их там подобие полков батальон рота где бы не было двухсотых и трехсотых 300 это раненые а сколько из них тяжело раненые стали инвалидами первой группы а это молодой человеку который вся жизнь впереди кто дал и кому дали право забирать у детей отца кто дал право забирать у матерей и отцов сыновей никто не давал такого права поэтому вот эта непродуманность в конечном итоге привела к тому что мы с вами видим